Ха-ха-ха, здорово. Просили Бориса Петрова, батя Антона вернулся, батя с Алиэкспресса здесь. Глава 3 слез под корень, я так понимаю, что я её уже проходил год назад, ибо я вспоминаю события, происходящие здесь. О, Антоша, скоро... Тише-тише-тише-тише, чё скоро-то? Чего скоро? Всё, это уже было. Будто бы. Или нет. Идя в школу, я услышал «посади себя голос». Его эхо отдало по спине, вызвав рой бегущих ледяных мурашек-бырсо-переходящих к шее. Какие мурашки к шее? Чё происходит? Этого не было? Алиса? Вымолвив имя, дрожащим от испуга голосом, я замер в ожидании. Оно томило меня. Начало она разрывать душу изнутри, заставляя с каждой секунды осознавать, что рядом опасность. Почему опасность? Алиса наш друг! Да, Антоша, я Алиса. Да я Григорий Аравич, здорово! Голос моей знакомой прозвучал ласково, но мои чувства не изменились. Я всё так же был напуган. Чё пугаешь меня? А ну перестань! Я ребёнок. Сглотну в слюну. Я внимательно стал прислушиваться к малейшим шорохам у себя за спиной. У тебя в кармане лежит чужая вещь. В моих карманцах? Какая чужая? Я её выиграл! Ты про ручку? Я победил! Я права. Хочешь обыскать меня? Я сунул руку в карман и немножечко там пошуршав почувствовал холод металла. Это была ручка. Я её честно выиграл? Ну, может, не совсем честно, конечно. Откуда Алиса узнала, что я взял её с собой? Откуда она вообще узнала, что у меня есть ручка? Ты ведь знаешь, что брать чужое плохо. Я не крал её. Это награда за победу. Желания расстаться с такой редкой ручкой у меня совсем не было. К тому же я действительно честно стал её обладателем. В натуре честно! Честная битва была в крестике Нолике. Ну же, Антоша, подумай о миленьком Вите, который сейчас плачет без своего драгоценного аппарата. А он жив, Витька-то! Откуда ты знаешь? Любопытство постепенно начало брать вверх. Алиса! О, Антоша, я знаю намного больше, чем ты думаешь. Вот если это альтер-эго Антона, и её не существует, она знает ровно только, что знает сам Антон. Много раз это повторялось в оригинале, что Алиса в курсе за все события, которые происходили с Антоном. Она не в курсе за события, которые происходили без его ведома. Но то, что произошло с Антоном, она знает. В эту секунду Алиса подошла совсем близко. Я буквально почувствовал её дыхание над своим ухом. Антоша, так. А давай поиграем в игру, Антон? Давай. Мне нравится игра с дыханием по моей шее. Я расскажу тебе стишок. А я что буду делать? Танцевать джагу? И если ты ответишь на мой вопрос, то так уж и быть, я не буду отбирать у тебя эту ручку. Ну что ж. Но если нет... Так, мне нравится. Я так с женой периодически играю. Но если нет... Увидишь, что будет. Если сможешь увидеть. Ишь ты! Заинтриговала! Внутри меня всё съёжилось. Да не ссы, не ссы. Но, видимо, другого выхода здесь попросту нет. Хорошо. Всё, договорились. Разумный выбор, Антоша. А теперь слушай внимательно. Как? У страха нет преград. Ни в море, ни на суше. Это слова из записки, из книжки. Чудных друзей лишь шлёт он иногда. Так! Пламя души своей. Тайну зверей в тайге. Но если меня не изменяет память, то свет притягивает страх или страх притягивает зверей к тебе. Что пронесёшь ты сквозь миры и века? Так. А? Это же тот самый стишок, который я вчера прочитал на обрывке газеты. Даю единственную подсказку. В принципе, не надо. Я и так знаю ответ. То, что шлёт пламя, поджидает тебя в тени. Так. То, что шлёт пламя, поджидает меня в тени. То, что шлёт пламя, поджидает меня в тени. Вот падла. Я вспомнил записку и тот странный шифр, который смог разгадать ночью. Пламя шлёт страх. Да-да-да. Нет, наоборот. Страх шлёт пламя. Точно. Вот первые слова шифра. Страх шлёт пламя. Страх шлёт пламя зверям, соответственно, которые к тебе придут. Пламя это как некий, ну, маяк. И они на него идут. Это страх. Страх. Я привернулся к Алисе. Что, сожрала ответ-то правильный? Страх таится в тени, так как многие люди её боятся. Так. А пламя это что-то вроде силы. То, что позволяет спастись от тени, отбиться от неё. Молодец! Ну, развеет тьму, так скажем. Похваставшись, перед Алисе своим островым я даже немножко улыбнулся. А я-то думала, что ты глупенький, зайчик мой. Ты моя хорошая. Ну всё, да, нормально, хоть улыбнись. Где глаза-то твои, что-то их не видать. Алиса ласково обозвала меня. Ласково. Ну ты гнида. Правильно, смышлёношь ты на... Да. Страх, страх, конечно же. Конечно же. Она так ловко рассказывает про смерть. Ты победил. Я не ошиблась, когда выбрала тебя. Всё, раздевайся. Я же выиграл. А, это из игры с моей женой. Подождите, не сюда. Очень быстро голос Алисы сменился на добродушный и радостный. Так? Его мягкое озвучание вновь начинало придавать ощущение уюта и домашнего тепла. Ну что ж. И когда ей надоест, так шутит. Никогда! Это же Алиса! Как... Видимо, до сих пор, пока я не перестану ловиться на этом. Угу. А вот эти следы... Значит, я могу оставить ручку себе? А? Конечно, Антоша. Ведь она уже не пригодится. Он мёрз. Да, говори, он мёрз. Задумавшись об авторе записки, я решил задать самый главный вопрос. Кто он? Да, кто он? Витя. Витька-то наш. Орешкин. Гав-гав. Гав-гав. Какой гав-гав? Подожди, что за гав-гав? Ты чё тявкаешь? Вообще, во-первых, ты чё тявкаешь? Ну, а лисы, вообще-то, принадлежат семейству собачьих, если я не ошибаюсь. Поэтому, в принципе, она может и гавкать. Но чё-то мне не нравится это. Жулька-падла! Чё? Чё? Чё ты гавкаешь? Видел бы ты сейчас твою мордочку, Антоша. Кто такой Витя Орешкин? Собака? Или волк? Лицо, вообще-то. Юмор Алиса довольно специфичен. Не каждый его поймёт. Но, тем не менее, он всё равно нравится. Ну что? Так и будешь на одном месте топтаться? А! Чё это? 25-й кадр. Видели все? Все видели? Вот ещё раз! Чё ты проскальзывает? А ну, подожди, подожди, подожди. Послание шлёт игра мне. Нет? Ах ты. Ладно. Я и не заметил, как перехожу с одной ноги на другую, стоя на месте. Пойдём, покажу тебе красоту. Ну идём, давай. Красоту покажешь? А ну, а ну. Предложили Алису, было весьма заманчиво. Однако у меня уроки. Извини, но мне нужно идти в школу. Если опоздаю ещё раз, учительница меня убьёт. Скучный ты, скучный! Нет, Алиса, пойдём. Скучный ты тоже. Всё правильно, скучный ты. С таким подходом ни одна девочка твоей не будет. Да что ты. А если я свяжу её, я тащу её в гараж? Чё ты рофлишь? Тебе понравилась моя идея? Поможешь мне? Ну, вообще-то. Что, Антош? Есть у меня тёльки! Есть у меня тёльки! Две вообще ждут моего пришествия. Я уже дружу с одной. А может, даже и не с одной. Тихо буркнув, я посмотрел вниз. Она хорошая. Чё ты, она будто бы утвердительно ответила, что она хорошая. А тебе по чём знать? Но ты же не променяешь меня. Я же лучше собаки. Чувствуешь? Чувствуешь Карлсона? Карлсон, чувствуешь? Да я же лучше собаки. Но ты же не променяешь меня на неё. Я же лучше собаки. Карлсона почему в мультике потом не оказалось? Потому что малыш с собакой начал резвиться. И одиночество, оно как бы улетучилось. Всё, у него не было этого, этой необходимости в друге. Но я же лучше собаки. Да, лучше. Я буду дружить с вами обоими. Только собака была настоящая, а Карлсон нет. Не променяешь. Не знаю. Ма тёплую женщину. Единственную лисичку. На какую-то смазливую девчонку. Не смазливая она. Ты знаешь её? Конечно. Ну пойдём уже. Не заставли даму скучать. Такая какая-то парнуха началась. Алиса ловко уворачивалась от ответа. Но она начинает надоедать уже. Почему ты не отвечаешь мне? Ну уведи уже тогда. Пойдём, пойдём. Вздохнув в морозного воздуха, я морщил брови. Алиса игриво протянула мне руку. Однако я не стал её трогать. Не хочешь уже? Всё. В ответ, пожав плечами, она повела меня за собой. Ну пойдём. Следов куча. Мне не нравится это. А чем она тебе понравилась? Умом своим. У него два больших ума. Внезапный вопрос Алисы разорвал тишину. Ты про Полину? А вот-то ты и спалился. Ты просто говорил, девчонка. Зачем ты имя её назвал? Всё, пропадёт. Завтра. Полина. Полина, значит. Спалился, спалился. Придурок. Придурок. Молодец, Антон, молодец. Проговорился. Баклан. Всё, кокнут её, кокнут. Она станет ужином для всех зверей. А уверен, что ты ей тоже нравишься. Не совсем, но мы уже буквально сосались. Может она использует тебя для своих эгоистичных целей? Сейчас, Антон, она не такая. Она хорошая. В голосе Алисы появилась некая нотка презрения и зависти. Лез же вокруг словно начал внимать её словам. Деревья закачались из стороны в сторону, будто ритмично поддакивая. Там вроде ничего не происходит, да? Вот я поглядываю иногда на фончик. Почему ты так считаешь? Да, какие эгоистичные цели? Она же просто музыкант. Да так, предположила. Дальше мы шли в тишине. Я поглядывал то на подругу, то на лес, окружающий нас со всех сторон. Жуткие корни деревьев и наоборот красивые стройные ели создавали неоднозначную картинку перед моим взором. Вот-вот за этим вот деревом может... Нет, нет, никого нет. Ладно. Если так посмотреть, то это довольно жуткое место, особенно в тёмное время. Ну а если взглянуть по-другому, это отличный уголок природы для поиска вдохновения. Тишина, перебиваемая лишь пением ветра, превращающего мягкий снег в заиндивевшие сугробы, заставляет тело и разум отдохнуть. Ха-ха. Отдохнуть? Где? В сугробе в каком-нибудь? Червей кормить будешь. Ладно. Произнесла она крайне неуверенно, словно в тщетных попытках пытаясь скрыть своё беспокойство. Алис, всё хорошо? Всё нормально? Нерешительно произнёс я. Помнишь, я говорила, что они идут за тобой? Духи? Алиса решила напомнить мне о своей лжи? Помню. Помню, что ты меня обманула. Да, наврала нам. Из-за чего я и получил эти синяки. Ага. До сих пор болят. Так. Я поправил очки и показательно почесал ушибленный лоб. Ой, да забудь ты. Стаси, забудь. Меня избили. Её напряжение... Её напряжение в словах вновь без следа исчезло. Однако всё же оставило за собой небольшой осадок в груди. Пойдём. Куда идём-то хоть? Чё-то ты мечешь меня уже без лишних слов. Она взяла мою руку и повела в сторону. Вместе мы стали стремительно обходить сугробы и пробираться через многочисленные острые ветки кустов. Ага. Птицы запели. Что происходит? Вау. Вау. Лес. Взгляд с подружки упал на то, что я видел перед собой. Ну как? Тебе нравится? Смотря что ты имеешь в виду. Камни, снег и палки торчащие. Что? Что? Это моя могила? А! Алиса приобняла меня сзади. А! Я помню это! Я вспомнил! Тот час вспомнил! Она же домогаться до него сейчас будет! Ага! Точно, точно! Было дело! Я помню, я даже комментировал это. Ебту мать, это жёгрую порнография. Какая-то зверина дотрагивается до 12-летнего подростка. Да-да-да-да-да! Было-было! Ага! Так-так! А ну-а-ну! Тело залилось жаром! Да-да, сейчас возбудится этот придурок! Да-да, очень! Очень! Чё это? Запах мандаринов и бенгальских огней, коим пахла Алиса, вызывал у меня самые приятные ощущения. А-а-а! Запах! Она начала медленно протягивать руки к моей груди. Что-что ты делаешь? Растёгиваю-то! Жарковато! Блин, ваша! Жарковато! Она нежно погладила меня. После чего начала расчёсывать, расстёгивать, расстёгивать куртку начала она. Чё надо? Не буду раздеваться, за деньги тоже не буду. Алиса, что ли? Чё происходит? Расстёгнув куртку, музыка играет там. Чё ты ж сзади вообще там накал страстей? В такие моменты, расстёгнув куртку, она принялась за мою рубашку. Марк! Ты здесь? Мне... Мне нравится. Ну, ха-ха-ха! Там смеются. Мне нормально, но можно... Слышишь, аккуратно. Её прикосновения расслабили меня. Да так, что я не заметил, как полностью облокотился на неё. Ну, как так? Как так? Детская игра, да, у вас там? Ну, тут Алиска резко отпустила руки и отпрыгнула в сторону. Ах! Ах ты, сучка! О, коготь мой! Я вот с этим... С оберегом! Не успев ничего сообразить, я грохнулся в снег. А точно ли была Алиса? Ага. Уставившись на Алису, непонимающим взглядом, я, значит, заметил, как что-то странное висит на моей шее. Вон хоть на шее. Что это? Что это? Ты что, придурок? Тебе же дала она. Или не дала? Погоди, мы же с ней не встретились. У меня не должно быть этого амулета. Ах, Антошка, Антошка. Ещё увидимся. У меня же не должно быть этого амулета по этой ветке. Мне его засовывает в карман Полина в школе, в тупичке, когда я иду по пути согласия. Как? Так. В ту же секунду, хитрая полутовка ушла глубже в лес, скрывшись за тёмными стволами диких деревьев. Ах, чёрт. Ну, я не ушибся, но испугался знатно. Хотя, я думаю, это того стоило. Ну, конечно, немножечко стручок-то это. Пристал. Так, и что? Осмотрев странный амулет, оставленный Алисой, я заправил его под рубашку и застегнулся. Просто, без лишних вопросов. Заправил под рубашку. Ты что, дурак? Неужели у тебя не возникает идеи там снять, что это такое, зачем он мне? Чего вдруг она решила подарить мне этот... Да, вот, этот кокоть. Ладно, я опаздываю. Рассмотрю его в школе. Ну, беги, ладно, но в то же время. Ха-ха. Отряхивая остатки снега с одежды, я как можно скорее пошёл в нужном направлении. Неожиданная встреча для меня обернулась ещё больше неожиданным концом. Однако, руки Алисы за мгновение сняли моё напряжение, улетучив мысли о проблемах. Руки Алисы сняли напряжение? Где этот, а, эти слова? Они будут сниться мне сегодня. Как они приходят вам в голову? И что какие? Ладно. Если наши встречи всегда будут проходить так, то я не против опаздывать. А? Кого мы делаем из Антона сейчас? Что это за Антошка такой? Ну, если быть честным, это слишком даже для Алисы. Да, это слишком даже для... Даже для мода новеллы, так скажем, да? Угу. Это слишком. Ну, ладно. Ну, пойдём уже. Ушёл куда-то я. Мы в школу идём? О, это тот самый момент, где принимается решение идти, не идти. Так, пошли, пошли. Быстрее. Антоха! Да, пацаны, чё? Закурить не найдётся, не курю, спортсмен я. Не останавливайся, не обращай внимания на оклики, я сразу зашёл в школу. А вроде выбор здесь даётся. Идти в школу или идти... О, Бабурина снова вернули на место. Хе-хе. И каково было моё удивление, когда, оказавшись в коридоре, я увидел бесконечно стоящих и болтающих беспечно. Друг звуком учеников. Считая, что звонок уже прозвенел, я решил поинтересоваться. Ребят. Пацаны. А можете подсказать, сколько сейчас времени? Да, времени не подскажешь. А телефон с камерой есть? Голос эхом разлетелся по коридору. Все дети затихли. Они осмотрели меня с ног до головы и принялись дальше разговаривать между собой. Никто не ответил? Не уважают нас? Доставай ствол, Антон. О, Катюха. Ровно восемь, Петров. Здорово. А, мы с тобой... Ты же... Ты же меня ненавидишь, я забыл. Ну, мы же могли целоваться. Так. Знакомый голос. Подойдя сзади, Катя дотронулась до моего плеча и встала напротив. До занятий еще двадцать минут. Че ты орешь? Ага. Спасибо, Катя. Все. Нормально. Восемь часов. Двадцать минут? В восемь двадцать у них занятия? Удивленный, я кивнул головой и попытался ретироваться. Слушай, Петров. Так, так, слушаю. А это правда, что ты с Бабуриным в лесу подрался? Было дело, да? Пропал он после этого, правда. Походу, мой прямой в голову он пропустил навсегда. Ну да, был такой. Был дело. А что? Да ничего, нет его просто больше. Нигде. К нам вчера милиционер приходил. Про тебя спрашивал. Че говорит? Весь такой серьезный. Будто ты преступник какой-то. Да, плохишь я, плохишь. Хулиган я, бабуля. Хулиган. Наверняка я его и встретил, когда опоздал в школу вместе с Полинкой. Да, я тогда сказал, что он как раз выходил после лекции. Что ты имеешь в виду? Да, походу, ты убийца, Антон. Последний раз, когда мы виделись, мне было очень неприятной. Для нас обоих. Это имеется в виду с Бабуриным. А сейчас она какая-то слишком добренькая. А, или нет. Имеется в виду с ней. Ну ладно. Меня так просто не взять. Просто, если честно, я была удивлена, что ты смог дать ему отпор еще тогда. В школе. И что? Могу продемонстрировать, как это было. Хочешь? Вот и интересуюсь, что дальше было. Да? Антоша, мы же девочки все такие. Любим наблюдать за вами, мальчишками. Это правда. Да, все девчонки такие. Кроме тебя. Почему нет? Наблюдательные девчонки, да. Все правильно. Пожалуй, не решусь сказать это вслух. Что именно тебе нужно знать? Ты убийца, Анто. Обычная драка. Пару раз ударили друг друга по лицу и разошлись. Ты куда разошлись? Ты домой, а он в сугроб? Разошлись. А Бяша мне совсем другое сказал. Так, а что сказал Бяша? 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 А что он сказать мог? То, что вы ему втроем навтыкали так, что он больше не очухается. Никогда. Черт, Бяшка. Почему втроем? Когда они его пинали, я уже, ну, грубо говоря, матери звонил. А что такое, Антошечка? Чего это мы засомневались? Пора... Нет, я определенно слишком долго терплю ее. Убить! Разве случай с Семеном ей ничего не показал? Не стал для нее уроком, как не нужно себя вести? Еще бы чуть-чуть, и я бы накинулся на Катю. Ну, тут вовремя проснулось мое самообладание. Из гудей вырвался тяжелый вздох. Да, только тогда, когда рядом Полиночка. Да. Это ты хотела услышать. Ну? Надо же! Сам признался! Усмехнувшись, Катька демонстративно зааплодировала. От бессилия дальше мириться с этим, я закатил глаза в потолок, сунул руки в карман и, проигнорировав театральный выпад Кати, зашел в кабинет. Как-то вот этот день я вообще не помню, а она достаточно быстро отцепилась. Может, в следующий раз так же попробовать? Кажется, это восьмодейственный способ. Наорать на нее! Ладно, пора пообщаться с Полинкой насчет записки, которую я нашел в ее книге. Полинки-то нема! Однако, несколько раз пробежавшись по лицам одноклассников, Полина не попалась. Решив осмотреть кабинет еще раз, я вдруг заметил, что Полина почему-то сидит за моей партой. Так. Она посмотрела на меня и помахала рукой. Мимишка засмущался, но не растерявшись, подошел и сел на край парты, которая стояла впереди моей. Привет, Полин. Здорово. Добричка, Антоша. Добричка? Ты где-то выискала это слово? Добричка. Ладно, ну добренько тогда. Добричка. Галерея. А ну подожди, что тут? Добричка. Это вот я видел, это мы видели. Да, целованные эти. Добричка, Антон. Куда они делись-то? Заблокированные арты. А, они, наверное, здесь вот слева будут. Добричка. Ну, Добричка тогда! Блин, с Катюхой кино смотрели, прикольно, да? Добричка. Добричка. Да, немножко смущает. Не это. Не пялься. Поэтому простым вопросом я решил разрядить обстановку. Как дела? Как проходит утро? Да. Ну, хотя бы. Полина, с сожалению, покачала головой. Такой у нее бантик здесь. Ну, просто комсомолка, не иначе. Если честно, все плохо. Хреново все, да, наконец-то? И у тебя? Ну, слава богу. А то я не всегда рад хорошим новостям. Ну, я не отчаиваюсь. Да? Дедушка мне всегда говорил, что потерянное всегда возвращается в большем объеме. А скиллы, скиллы, он не говорил тебе, твой дед? Осталось лишь ждать. Ты что-то потеряла? Угу. Совесть, наверное. Может, я смогу ей помочь? А, походу, коготь этот, да? Украли у нее. Амулет, который подарил мне дедушка. В виде когтя. Надо вернуть. Он должен был оберегать меня от зла. Как видишь, он справлялся с этим хорошо. Ну, все, мой он теперь, мой. А вот я не смогла уберечь его. Увы. То есть, его украли у нее. Какой мы делаем вывод? Что Алиса не Полина? Угу. Амулет. В случае, мне тот ли, который я сейчас висит у меня на шее, да? Это, наверное, совпадение. Но. Но я как раз... Так, 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 так. Получил какой-то амулет. Такой же, вроде как ты и описал. Так, 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 так. В виде когтя. Вряд ли это мой. Такого когтя, как на моем, нигде уже не найдешь. А ты глянь, 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 глянь. Может, ты правда не ее? Так ты дай посмотреть. Ты с... Сними его. Ну, ты глянь хоть. Ты... Да. То я не усну, если узнаю, что своровал что-то у тебя. Полина безнадежно вздохнула. Давай, Антош. Давай, Антош. Я стал расстегивать рубашеньку. Полина отвела взгляд, а ее щеки порозовели, выдавая смущение. Смущение. Ага, смущение, да. 12 лет. Отвернулась она в 12 лет. В ответ я лишь усмехнулся. Никто не отворачивался в 12 лет. Мы в школе бегали в детскую... Ой, в детскую, говорю. В женское отделение. Где на физкультуре были, типа, сколько нам было, неважно. Мы туда бегали, как идиоты. Где девчонки переодевались. Все так делали. Это было в школе. Кто отворачивается? Все наоборот пялятся, пялятся, пялятся. У кого такие эти нравы? Я... Я хотела сказать тебе... Ага. Вор ты! В этот момент мои щечки тоже стали розовыми. Что она хочет сказать? Что? Что я ей нравлюсь? Я хотела сказать тебе спасибо, что беспокоишься за меня. Все. Ну, не так уж и сильно беспокоишься, да. Моя жизнь в любом случае важнее. Вот. Но если ты пропадешь, немножко буду переживать. Ладно, тоже пойдет. Да, неплохо. Многие девочки считают меня скучной из-за моих интересов. М? А при чем здесь девочки-то? Ты по... Ты... Ты же по мальчикам. А мальчикам лишь машины спортивные. Да пистолеты железные подавать. Да, пестики мы любим! Кстати, где он мой? Где? Мой ретивый конь. Что-то я запропастился куда-то. Что-то дети малые. В смысле дети малые? Оружие люди... Мужики любят до конца своих дней. Как хорошо, что ты не такой. Ты мыслишь не на свой возраст, Антош. Да. И этим ты мне нравишься. Не на свой возраст. А на какой возраст он мыслит? Антон мыслит как дефолтный просто посетитель психбольницы. Вот на какой. Она сказала это... А, нет. Она сказала это в контексте. Понимаешь? И этим ты мне нравишься, Антоша. Но это в контексте, придурок. Не вырывай слова из контекста. Она сказала это. Ты... Ты... Нет, еще не время. Да что там. Рад стараться. Особенно для тебя. Действительно. Я наконец снял амулет. Твое, походу. У Полины округлились глаза. Это же он, Антоша. Это он. Отдай мне его. Ты уверена? Да, точно он. Тогда как он оказался у Али... Ну вы выдавливай. Как он оказался в сугробе возле школы? Эх, лжец. Ничего не понимаю. Откуда у Алисы амулет Полины? Может... Может Полина и Алиса это один и тот же? Не-не-не, бред какой-то. Вот о том и речь. Я не знаю. Веревка вроде не порвана. Я протянула амулет Полине. И она его быстренько спрятала в рюкзак. Ага. Антоша! Ты просто чудо! Оберег души! Я чудо, да? Я теперь у тебя в долгу. Все, это хорошо. Загнали в долги еще и ее. А, нет, ты чего? Нет, ты не отговаривай ее. Все хорошо. Ты мне ничего не должна. Ну и придурок! Я бы поцеловала тебя в щечку. Но думаю, что это слишком банально. Нет, нет! Можно! Почему банально? Иногда простые вещи очень даже к столу. Нет? Уже не хочешь? Банально? Да я бы трепетал от счастья, сейчас он скажет. Неужели есть что-то лучше? Есть. Флекс с Алисой в лесу? Я тебе завтра кое-что покажу, Антоша. Может быть, получше что-то будет интересней? Марк, что происходит, а? Братишка, что это за серия? Наверняка Полина ошиблась. Завтра выходные начинаются. Вот выходные, она мне кое-что и покажет. Ага. Но завтра же обсудим после уроков. Суббота же завтра. После уроков, ладно. Все. Ее ласковый голос согревал мое сердце. Если надо, останусь ради нее хоть ночевать здесь. Да, хорошо. Все, договорились. Я слегка опустил глаза и посмотрел на книгу. Аккуратно примостившуюся перед Полиной. А что ты читаешь, кстати? Как раз-таки ту книжку, которую я дала тебе вчера. А как она здесь оказалась, а? Ну, она же у меня. Да. Я взяла еще одну в библиотеке. А, все, ладно. Хорошо. Уже строить теории начал. А, точно, есть же библиотека. Я вчера довольно много прочитал. Угу. Записку одну только и все. Скажу так. Она заставляет погрузиться в сюжет. Струацкие. Солидарно с тобой. Угу. Правда, мне это читать немножко сложновато. Не как первая моя книжка такого жанра. Угу. Но я буду рада, если мы будем обсуждать ее время от времени. Ну, все договорились. Я не против. Да. Я не против. Посмотрев на ручку, лежащую рядом с книгой, я вспомнил о послании. Кстати, Полин, а ты не видела в той книге, которую ты мне дала, никаких записок? Случайно. Нет, не видела. А они там есть? Есть, но одна. И очень странная. Неужели записка от самого Редрика Шухарта? Да нет. От Витьки Орешникина. Редрик Шухарт. Не так, мне не так не могло повезти. Полина мечтательно улыбнулась. Ага, если бы. Да, еще бы. Со вздохом произнес я. Записка от некого Вити. Орешкина. Мало того, записка, еще у меня и ручка его есть. Я ее у Ромки выиграл. И что там было написано? Что мертв он? Дословно сказать не могу. Но что точно там было, так это явный страх. Да нет. Он боялся леса и его обитателей. А, Витька Орешкин боялся леса и его явный страх. Что-то ты путаешь, дядя Антон. А еще он. Звучит странно, но он в кого-то превращался. Также там много разных зачеркнутых, а затем исправленных слов. Нормальный текст из-за них превратился в какой-то грубый и будто выцарапанный. Но главное, как я понял, родители этого Вити куда-то уехали. И он был один. Они бросили его. Антон. А, ты знаешь, кто это? Да, Полин. Она тревожно посмотрела на меня. Витя пропавший мальчик. Новость о нем была очень давно. Тот самый. От сказанных Полиной слов. Меня невольно передернуло. Перед глазами сразу слово-то записка. Оборванная, желтая, не один год пролежавшая, словно ждущая своего часа. Откуда ты знаешь, если это давно было? Из старых газет. И у дедушки еще спрашивала. Витя Орешкин. А, это мальчишка-то? А, ну-ка. Ах ты, будут здесь? Пусть этот поселок и далек от современности, но если покопаться поглубже, то можно найти столько интересных вещей. Жаль, что из-за интересности здесь лишь вырезки из газеты фотографий пропавших детей. Полина знает куда больше, чем все остальные. Мне кажется, или она все-таки и есть Алиса. Он снова это спрашивает. Зачем топтать мою любовь? Но как тогда она могла быть в двух местах одновременно? Ты в классе музыки и на улице со мной. Слушай, Полина, какое твое любимое животное? Сова. Я не особо люблю животных, если честно. Угу. Странным тоном произнесла Полина. А Алиса, наоборот, их любит. Даже свою собаку имеет. А че так? Чего так? Да, че так? Из чистого интереса спросил я. Сейчас будет история про деда. Случай один был. Не хочу пока что рассказывать. История про деда, да. Что деда собаки погрызли. Полина глубоко вздохнула и покачала головой. Я тебя понимаю. Ничего страшного. Кажется, я могу представить, что случилось. Повисло молчание. Кстати, а почему ты на моей парте сидишь? Здесь меня не достают домашкой. Не понял. Какая разница, папа? У нас не было никакой разницы, где ты сидишь на самом деле. Просто проходились по журналу. Так, кто же сегодня у нас? Григорий Араевич. И на всех уроках. А еще я бы хотела посидеть с тобой. Все, так и говори. У меня едва не отвисла челюсть. Я очень рад. Мне приятно. К сожалению, нас быстро рассадят. А че мы? Ну что, я пойду, Антоша. А почему? Вас почему рассаживали в школе? Нас, потому что мы либо друг у друга списывали, то есть один друг на друга жаловался, либо базарили целый этот, то есть не учились. Сажали всегда с какими-то неинтересными ребятами, но ты в итоге все равно с ними как-то сродня, ну, сближаешься. Один раз с сестрой меня посадили, но нас быстро рассадили. Полина встала и ласково погладила меня по плечу. Еще раз спасибо, что нашел мой амулет. Пожалуйста. Опустив руку, она пошла к своему месту. Улыбнувшись след, я взглядом проводил ее до парты. Пусть день начинался довольно необычно, но он мне нравился. Пора доставать учебники. Ну все, скучная учеба! Так. Как всегда, первый урок это русский. Разборы предложений и слов, весьма изнурительные занятия, особенно когда некоторые весьма одаренные. Особы, наверное, да, особо. Не могут отличить, где причастие, а где дейпричаст наоборот. Я это понял только лет в 20. Чувствую, маленькая переменка мне не помешает. Пойду попью воды и сразу вернусь. Так, все, я выхожу. Выйдя из кабинета, я установился, чтобы посмотреть в окошко. Но как только я собрался двинуться, что-то за руку потянуло меня назад. Или кто-то. Зубную пасту с лица вытри, неряха. Может быть, ты вытришь ее? Своими губа... Катя пристально сверлила меня игривым взглядом. Зубную пасту. Я дотронулся до щеки и почувствовал шершавую корку. А реально есть... Блин! Я в таком виде сидел перед Полинкой! Твою мать! Спасибо, Катя. О, Полька! Не стыдно в таком виде перед девочками появляться? Нормально, я же не без трусов. Я посмотрел на Полину, после чего неловкость происходящего уже дошла до небес. Я просто в спешке собирался, видимо, плохо умылся. Чё-то правда уж перед ней! Нам, между прочим, ухоженные мальчики нравятся. Ой, ладно! Колющие слова и мягкое дыхание Кати меня быстро отрезвили. Мягкое, мятное дыхание. Жвачку зажевывает. Пила весь вечер. Но ты не переживай. Тебе наше внимание не грозит. Съязва! Да и выглядишь ты, как трусливый щеночек. Только запомни, Антоша, Полина не любит псов. Гав-гав. Чувствуешь? Опять это? Или это вообще никак не связано? Особенно ди... Уж извини, если я тебя оскорбила. Но кто-то должен был это сказать всё-таки. Поэтому даже не пытайся за ней бегать. Есть кандидаты получше. Я вспомнил слова Кати, сказанные ею не так давно. Да, что за ней. Немножко я приударил. Да, да. Я понял. Я понял, да. Я всегда на страже настоящей любви. Запомни это. Ну всё. Всё. Свободен Петров. Ах ты, маленькая... Поизнеся это приказным тоном, Катя на мгновение отвела взгляд. Её улыбка спала, а в глазах стала наблюдаться тревожность. Но это было ненадолго. И что ты пялишься, извращенец? Да вот думаю, чмокнуть тебя. А потом со лба тебе как... Пойду я лучше. А то мало ли что такой недолюбленный мальчик может сделать с беззащитной дамой. Хорошие слова, да? Вдруг это Антон убийца? Катя дразня посмеялась, а затем показательно и надменно ушла. Вот только из моей головы не выходило то мгновение, когда она изменилась в лице. Здесь что-то не так. Её кто-то заставляет так говорить? Наверняка что-то такое можно было заметить и в прошлом, но моя ненависть к ней не давала этого сделать. Нужно попытаться относиться к ней снисходительнее. Я вздохнул, после чего отправился в класс. Снисходительнее. Например, поцеловать её около комбайна можно. Школьный день закончился, слава богу. У самого выхода из школы Полину позвал какой-то старшеклассник и хотел с ней поговорить возле класса музыки. Всё. Я остался в гордом одиночестве. Из забот у меня теперь только ожидать параллельно наблюдая, как ветер гнёт ветки деревьев и разгоняет снежную пыль в разные стороны. Иногда эти ледяные осколки попадали мне в лицо, отчего я морщился и сразу старался их убрать. Вот бы поскорее домой. Тепло и уют. Ты что-то стоишь-то, попёрлись. Э, Антоха! Да, Овна! Сбоку ко мне подошёл Бяфа. Привет, Бяша. Привет. Тут это, Рома тебя видеть хочет. Понятно, да. Ну, пойдём. Дело прямо важное, говорит, без приколов, да. Всё, иду на. Пойдём. Без приколов. Ладно, пойдём. Но я долго не могу. Да. Знаем, знаем. Ты-то у нас это... Ага. Человек занятой, на. Да? Зажря базарить не буду. Всегда в делах. Но, братво, уже забил, небось, да? Да нет, просто учёба и другие мелочи. Вот я и говорю, на. Шагай уже, слышь ты, шагай. Бяша повёл меня за угол школы. Наказавшись у стены, где был повешенный один бедняга, вон он. Угу. Не сумевший правильно отгадать слова на весельнице, мы остановились. Ну, привет, Антоха. Ну, здорово, она. Так как только передо мной, перед моим взором появился Ромка, Бяша сразу сделал шаг назад и встал позади меня. Привет, Ром. Что-то случилось? Походу, да. За Полинка решил ударить. Немедленно решил прийти, перейти к сути. Сразу к делу. Уважаю такой подход. Да. В общем, Полинку нашу знаешь? Знаваю одну, да. И что-что, и какие-то... Я знаю, а что? И как она тебе? Ни то, ни сё. Ни рыб, ни мясо, ни говна, ни ложки, ни дать, ни взять. То есть, так честно, нельзя точно сказать. Смотря, что ты имеешь в виду. Ну, красивая, наверное. Да, нормальная бабенция. Что ты, приударить хочешь? Я не против. Вопросы Ромы показались мне весьма коварными. Я не знал, как точно на них отвечать. Они словно обвивались верёвкой вдоль шеи. Казалось, подвесили меня уже в воздухе. И стоит сейчас сказать хоть одну неверную фразу, как остатки земли тут же уйдут из меня из-под ног. Хе-хе. Остатки земли. Нас землицы в это и закопают, на. Дело, говоришь, Антоха, дело. Так, так, так. Та ещё красавица. Ну и что? Вот я и хотел подкатить к ней. Ты же план придумал. Я не против. Вот, давайте её. У меня всегда есть альтернативный вариант. Катя была права. Ну чё, задумался. Да я о своей жизни задумался. Думаю, стоит ли с ней прощаться из-за одной девочки. Какой план? Не, хотя спросил я. Пусть в математике я не силён, но вот в логике. Так. Мастак. В общем, видел хоть раз амулет Палинкину? Ну. Видел, да. И в рот, у которой. Да, он сам. Она его всегда на шее носит. И снимает его только когда у нас физра. Так. Украсть его хочешь, а потом найти? Я узнал, что она обычно переодевается у левой скамьи в раздевалке для девок. У входа прям. И кладёт она этот амулет в рюкзак, который там же и оставляет. Так. Ну вот мы с бяшкой пошли в раздевалку их. Подожди. Ты его спёр. Мне не послышалось. Там же девочки. А мы дождались, пока они все уйдут. Он его спёр. Только усы не в сено. В каком смысле? Короче... Чуть не прогорели мы. Катька там сидела. У Катюхи вот. Такие. Ты чё, тварь бессердечная, что ли? Вот такие, Катюхи. Да, у нас была девчонка, которая была просто с какой-то безумной грудью. И все просто мечтали. Слушай, ну она сама понимала вообще, что всё, она там одарённая, что у неё там в седьмом-восьмом классе уже были такие. Ну ладно. Обозвав Бяшу, Ромка даже не дал ему закончить фразу. Я с непониманием посмотрел на Рому. А что он мне так сказал? Там Катька сидела вся в слезах. Так. В общем, я не знаю, что с ней там случилось, но это даже меня напрягло. Я никогда её такой не видел. Ладно, к сути. Она нас заметила и сразу же туфлями закидала. Пока Бяшка с отвисшей челюстью стоял и пялился, она ему так в рожу зарядила. Хорош. Уроком будет. Ну а я отступать не хотел. Решил придумать кое-что. Значит-то я, как этот супершпион, отвернулся. Извиняться начал, но дверью ошиблись. Ага. А сам рюкзак... Я, походя к выходу, сделал вид, будто случайно Полинкин рюкзак на пол уронил. Ага. Но когда стал поднимать, амулет и сцапал. То есть он был у тебя? Больше в рассказе Роми меня волновало не то, что он украл чужую вещь, а то, что было с Катей на тот момент. Нет-нет-нет, меня это не волнует. Меня волнует то, что он спёр амулет, потом этот амулет каким-то хреном оказался у Алисы, потом вернулся ко мне, я его передал Полине. Добрый вечер. Кто есть кто? Вся в слезах. Что же могло случиться? Одна в раздевалке и плачет. Ей даже никто не помог. А помог бы ей я. А для чего это всё? Зачем красть чужую вещь ещё и таким изощрённым способом? Чтобы вернуть. Ты только что это сделал, и даже она сказала, я у тебя в долгу. Неужели ты не понимаешь, он раньше тебя допёр, Антон? А для того, чтобы Полинка чуток погрустила, грустила, что амулет такой дорогой потерял. А потом я прихожу к ней, опа, и дарю его. И опа. Весь такой герой. Ну. Сразу бы её добился бы. Ну, дай бог тебе здоровья, да. Вот только проблемка есть одна. Так. Дай угадаю. Ты потерял амулет. Да. Уйдите его в одно место. А где Парафукал? Вот и позвали тебя спросить. Не видел ты девку какую-нибудь или пацана? Да видел. Ты его себе припахал. Да видел. Уже всё. Ничего не понимаю. Если амулет украл Рома, то как он оказался у Алисы? Из чего вдруг Катя плачет одна в раздевалке? Либо это очередной сон, либо я главный герой какого-нибудь запутанной книги. Придётся соврать ему. Выбор у меня небольшой. Извини. Но я никого не видел с таким амулетом. Может, купить ей новый? Ну, Падди, купи такой. Хрен найдёшь. Ладно тогда, Антох. Достало меня на холоде стоять. Домой пора. Ну, давай. Ну, ты это, если найдёшь гада, кто себе амулет присвоил, звякни. Лады. Ещё и баблишка с него подтянет. А за помощь отдадим всё тебе. Всё понятно, братан. Да, хорошо. Буду внимательней. Рановато я, короче, Полинке его отдал. Надо было придумать что-то интереснее. Я одобрительно кивнул и вместе с этим аккуратно скрестил за спиной указательный средний палец, типа, хе-хе. Угу. И даже не могу представить, что было бы, если б я рассказал правду. Ладно, ведь не самое главное сейчас. Полина довольно сильно задерживается. Что этот старшеклассник может обсуждать с ней так долго? Может, это её парень? Надо вернуться ко входу. Да идём домой, хватит! Нет, стоит. Подходя, я увидел Полину. Антон, извини, что заставила тебя ждать. А ладно, не парься. Ничего страшного. Это того стоило. Сказал я в который раз, вытирая маленькие капли от растяющих снежинок со своего лица и очков. Насчёт субботы. Так. Лилия Пауна попросила меня украсить коридор на нашем этаже. Ко дню детского творчества. А разве этот день не для начальных классов? Да, как раз для них. Мне нужно просто помочь украсить. Но одной мне не справится, поэтому я уговорила взять тебя с собой. Ну, это ты зря. Я лучше дома в приставку поиграю. В изумлении я приоткрыл рот. Блин, я помню, когда меня припахивали рисовать эти стен газеты. Блин, когда учителя понимают, что вы хорошо рисуете. Всё, капец! Вот так подарок. Весь день вместе с Полиной в закрытой школе никого не будет! Я согласен. Во сколько приходить? Да! Какой быстрый! В половине одиннадцатого встретимся у входа в школу, хорошо? Договорились. В субботу в школу идти. Но вот ради девчонки, видишь, идёт. Я говорю, заякориться надо. Нужно найти якорь, который будет притягивать тебя в школу. А там дальше и учёба подтянется. Так я ещё и выспаться успею. Ну, прекрасный день просто. Обещаю, что не опоздаю. Всё, договорились. В субботу в одиннадцать. Надо что-нибудь брать. В своём мужество, Антон. Лишь хорошее настроение. Да. Лицо Полины просияло улыбкой. Ну что, Антош, пойдём домой? Идём, да, да. Идём. Домой? К мне? Ты придурок, что ли? Просто по домам имеется в виду. Не домой, а по домам. Ну какой ты... Хрен, хрен тебе наворотник. Я, наверное, неправильно выразила. Да. Нет, выразилась ты правильно. Просто у нас перевозбуждённый этот придурок в шапке. Домой ко мне? Ну реально, деменция. Что происходит? Пойдём по домам. По домам, вот. А, да, извини. Ну всё. Я не так понял. Я не так понял, да. Просто очень хотелось бы, конечно, ко мне. Я бы с радостью пошла к тебе, но у меня сегодня дела есть. Всё, ладно. Мягко проговорила Полина. Всегда, когда она разговаривает, таким голосом у меня настроение поднимается. Я был бы рад. Да. Пойдём? Пойдём уже! Пойдём. Я взглянул в большие глаза Полинки и последовал за ней. Ну всё. Слава богу. Господи. Да как долго запрягают. Я тут слышала кое-что. А ну? Что же? Спросил я. Что ты с Ромкой теперь сдружился? Да какой сдружился? Один раз за школой постояли и пообщались. Ну да. Мы общаемся. Да. Врагов лучше держать поближе к себе, знаете ли. Но я не хулиган, честно. Не хулиган я. Будь с ним осторожнее. Угу. А то что? Так на плите и напишут. Он был осторожнее. Но бабочки в животе. От него можно ожидать всё, что угодно. Это точно. Это точно. Обещаю. Ввязываться во что-либо я не буду. Угу. Ты уже ввязался. Ты её провожаешь до дома. Всё капец нам. Спасибо тебе. Пожалуйста. И прощай. Повисло неловкое молчание. Кстати. Что хотел тебе сказать тот старшеклассник? Угу. Старшеклассник? Ты о ком? Чего? Что ты ржёшь? Я поняла. Чё ты ржёшь? Рассмеявшись, Полина поставила меня в ступор. Да вот. Красавчик один. Как только увидела, сразу влюбилась. Ясно всё. Что, ревновать меня хочешь заставить? Хрен тебе. Я Альфа. Омега. Я не поверил своим ушам. Отвёл взгляд. Ты чё по... Нет. Ты не ведись на это. Идиот. А, понятно. Зажовывай, Антоша. Ну ты чего, Антоша? Я же пошутила. Это учитель музыки. Но он и правда молодо выглядит. Да он и сам молодой. Да? Нравится тебе? Я не заметил, как выдохнул с облегчением. А что? Приревновал меня? Ой, есть немножечко, да. Нет, просто... Ну, малость. Я засмещался, а Полина наоборот. Ярко улыбнулась. Конечно, значит. Нравлюсь тебе, значит. Не переживай, Антоша. Ты мой фаворит. Фаворит. Какое плохое слово. Клуб роман. Хоть я и знал, что она специально дразнится, я усмехнулся в ответ. Как и ты для меня, Полин. Да. Приятно отвечать тем же. А? А? Полина удивлённо покосилась на меня. А? А есть и другие кандидатки? Да, есть одна. Вот с таки... А. Рано. Ага. Если бы. Ой, ну, то есть не если бы. В смысле, мне и тебя хватает. Нет, ты говори, что у тебя много. У тебя толпа стоит. Ты придурок. Есть, конечно. Я многим нравлюсь. Но выбираю тебя, понимаешь? Ты что, дурак, что ли? Не нужно делать вид, что всё на ней сошлось свет клином. Она не пупок земли. Ты дурак. Ой, Антон. Ну как хватает? Ну, ну... Сука, тряпка. Я запутался. Она уже рофлит от тобой. Всё, всё кончено. Даже с ней у тебя ни хрена не получится. Ты такой милый, Антоша. Я не могу прям. Ой, запомни эти слова. На нашу панихиду так и скажешь. Он был милым. Пожалуйста. Оставайся таким и дальше. Да. Да. Дай бог живым. Спасибо. Да, Ся. Я отвёл взгляд. Антон! Смотри! Там сова! Где? Где? Я быстро обернулся, но ничего не увидел. Ха! Подловила меня. Молодец. Да, походу, она правду сказала. Я перернулся обратно, но рядом со мной никого не было. Полина, ты где? Э! Не понял. На меня нахнуло волнение. Полина! Пропали. Ответом на мой окрик был шум ветра. Антон! Помоги! Они тащат меня в лес! Чего? В эту секунду до меня донёс упраздительный, пробивающий насквозь крик. Зрачки расширились, а внутри всё сжалось и похолодело. И лихорадочно принялся ометаться глазами из стороны в сторону, пытаясь понять, откуда доносится звук. Только не Полина, нет. Полина! Помогите кто-нибудь! Мне так больно! Больно? Полина! Кто бы ты ни был, отпусти её! Я со всех ног рванул в сторону. Откуда доносился голос Полинки? Ай! Отпусти её! Я был зол и напуган одновременно. Нет! Только не в мою смену! Выпалив фразу, которую я слышал в старых боевиках, я ускорился. Теряя на ходу решимость, я представил огромного маньяка, который держит остро-остро-остро-заточенный ножик у горла Полины. Что я тогда сделаю? Я... Плевать! Заворачивая за голову, меня всего трясло, будто бы я бежал прямо в длинные пальцы. Да куда ты ломишь это уже? Пусть если не я, то Полина выживет. Обременённый тяжким выбором, я сделал свой. Посмотреть в глаза пропасти. Я крутил головой по сторонам, пытаясь заметить хоть какие-то следы. Полина! Я умер. Внезапно я почувствовал холод со всей... Под своей курткой. Он напоминал мне прикосновение лезвия огромного кухонного ножа, которым папа когда-то раздевал тушу свиньи. Нож? Прикосновение лезвия к моему... Мы умрём. Однако ничего опасного. Это лишь обычный снег. Ах ты падла, гнида! Развела меня! Антош! Ты так сильно испугался, что мне аж самой страшно стало! Да пошла ты! Я начал вспоминать Романа! Пред собой я видел свою спутницу, живую и невредимую. Но от этого возмущение начало брать вверх. Полина! Ты! 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 Ну-ка, ну-ка! Она виновата посмотрела на меня, после чего я убавил пыл. Не делай так больше, пожалуйста. С этими новостями о пропаже детей любой намёк душу выворачивает. Мозгов нет! Ай! Ещё и голова после тех травм побаливает. И вдруг ко мне пришло осознание того, что я стою иною. Решив разведить обстановку, я выдал что-то нелепое. Хотя, если так подумать, и правда смешно вышло. Да, прикольно. Пожалуйста, пошли назад. Прикинь, она нас испытывает. Она мне надоела уже. Поцелевать меня хоть? Полина подошла ко мне поближе. Наши лица были в считанных сантиметрах друг от друга. Она. Она хочет поцеловать меня. Да уже сделай сам! Я закрыл глаза в ожидании. Не забудь завтра прийти. Ладно. Полина прошептала мне на ухо, вызвав рой накапливающих кожу мурашек. После чего она помахала мне рукой и ушла. Не поцелуемся. Так и не получил я свою награду. Пора домой. Пора домой. Пора прощаться, дорогие друзья. Неплохая, конечно, серия. Я как будто бы что-то помню из этого. И в то же время что-то новенькое здесь есть. Ну, как минимум, озвучка персонажа. Это уже что-то даёт. Очень много проделана работа, видно. И на первую ветку, и на вторую. Уставший от беготни вернулся домой. Ну что ж. Встретимся в следующей серии. Это ветка отказа. Это мод, не имеющий отношения ни хрена к оригинальной новелле. Здесь они могут вести себя так, как захотят эти дети. Перестаньте писать мне какую-то чушь, что это что-то из разряда дополнения к оригинальной новелле. Акститесь. Это мод, написанный другими людьми. Он самостоятельный. Единственное, что здесь общего, это первые две главы. Всё, обнял тебя. Давай. Хе-хе. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok